Сегодняшнего дня депутаты парламента на заслуженных каникулах. Политический сезон для народных избранников выдался весьма плодотворным. Актуальные запросы, обсуждения, жаркие споры, встречи на высшем уровне и поездки по городам и весям. В начале года поговаривали даже о распуске состава. Но на эту тему уже успели отшутиться блогеры, мол, невидимая миссия избранников удачно выполнена. В общей сложности за прошедшую сессию было принято 104 законопроекта. Станут ли они эффективными и почему документы так часто возвращаются на доработку? Что предлагают парламентарии, вдохновленные летним отпуском? Марат Токулин подробнее. Сезон криков, споров, запросов, краснеющих подотчетных министров официально закрыт. Депутаты со спокойной душой отправились отдыхать. Опустеют кулуары и как минимум пару месяцев новостные ленты не будут пестрить острыми, как лезвие, информационными поводами. Ну как я отпуск проведу? Я проведу отпуск так, вышел на улицу, тут же встретился с избирателем, меня хватает за рукав и задают вопрос, я должен на него отвечать, в отпуске я или не в отпуске, больной я или здоровый, никому разницы до этого дела нет. Казалось бы, год политически пролетел мгновенно, а за плечами депутатов 104 законопроекта и 140 озвученных запросов. Начать, пожалуй, стоит по убывающей. Пересмотр закона о многострадальном республиканском бюджете, притча во языцах. Почему-то есть надежда, что средства наконец-то начнут осваивать полностью. Глядишь, и дороги станут ровнее, а госжилье крепче и качественнее. Местные же исполнительные органы как бы остаются в стороне. Сумма-то возвращена, это повторяется из года в год. Какие меры будут приняты по решению данного вопроса? Рахмет. Росли как на дрожжах жаркие баталии касательно нового уголовного кодекса. Здесь вам и возможный запрет на посылки в места не столь отдаленные и свидание в придачу. Не стояло с обняком и закон на роскошь. Финальное заседание тоже не обошлось без упреков. В частности, спикер-мажилиса парламента Кабибулат Жакупов пожаловался на дублирование норм некоторых зарубежных документов. И разработку первоначальных текстов законопроектов на русском языке. За годы независимости принято около двух с половиной тысяч законов. Однако за эти 23 года правительством Казахстана ни один первоначальный текст законопроекта не был разработан на государственном языке. А депутатами на государственном языке было инициировано лишь два законопроекта. По словам Жакупова, за политический год в мажилис было внесено свыше 100 проектов законов. И лишь 38 полностью отвечали предъявляемым требованиям. Дабы избежать двойной работы, депутаты предложили перенять опыт других стран. И на базе этого создать при правительстве Национальный научно-исследовательский институт законодательства, сосредоточив в нем лучшие научные кадры. Ближе к обеду депутаты все же решили сразойтись по домам, паковать чемоданы для отдыха. Звучание гимна ознаменовало закрытие парламентской сессии. Марат Токулин, Санаты Мангалиев, Информбюро, Астана.